Начнем выпуск с пожара у филармонии. Днем на улице Ленина на ходу загорелся, а потом и полностью сгорел троллейбус 14 маршрута. Водитель, кондуктор и все пассажиры успели выйти на улицу. Общественный транспорт сгорел за 5 минут. Также пострадали и припаркованные автомобили. Что стало причиной пожара? Детали в нашем первом материале. Быстро сгорел, да? 5 минут. 5 минут. Иментально, да? Водитель троллейбуса Леонид до сих пор в шоке. В момент возгорания действовать пришлось быстро. Промедление могло стоить жизни пассажирам. После резкой остановки Леонид сразу открыл двери и люди смогли покинуть салон троллейбуса. Автомат вышел и джим пошел. И все, танки вышел. Только танки скидывал. Моментально. Вижу отъезд. Нет, нет, нет. Нету, да? Где ожоги? Есть что-то. Это какой-то ***. На машину убирай. Пассажиры в итоге не пострадали. Прохожие тем временем снимали фаер-шоу на мобильные телефоны. А водители разворачивались и ехали в объезд. Есть другая. Сейчас развернемся. Когда троллейбус потушили, выяснилось, что пострадали два припаркованных автомобиля. Toyota RAV4 и Niva Chevrolet. Сильно автомобиль-то, как понимаю, пострадал, да? Нет, видно? Посередине. Только было, вылетели. Оба водителя пострадавших кроссоверов в момент пожара были в магазине. Сотрудник полиции позвонил? Понял. Вы здесь где-то работаете, машину оставляете, да? Хорошо, в магазин. Кто будет отвечать за повреждения, на автомобилях пока не ясно. Владельцы зафиксировали повреждения, обратились в полицию. Тем временем сотрудники АТП проводят проверку. Как выяснилось, сгоревший троллейбус был старым. Ему было более 10 лет. В настоящий момент причины возгорания устанавливаются. На предприятии проводится служебное расследование. Но уже известно, что произошло короткое замыкание. Также стало известно, что троллейбус не был оборудован системой пожаротушения. После этой информации проверку АТП начала прокуратура. При таких обстоятельствах прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок автотранспортным предприятиям. По словам директора АТП, износ подвижного состава предприятия составляет 90%. А это значит, что инцидент уже с другим троллейбусом может повториться. А этот рогатый уже не подлежит восстановлению. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия.